Слава Роду Всевышнему, Слава Родным Богам! По многочисленным просьбам Всеслава я буду доклад свой делать на русском языке, хотя готовился я на родном языке, мне как бы немножко легче. Поэтому если я буду задумываться или какие-то у меня будут слова с родной речью проходить, вы поймите меня, просто я готовился на родном языке. Тема моего доклада, как уже было сказано, будет касаться созидания благодетельного потомства, так как это звучит в русском языке, или сотворение благодетельных начавков, как звучит на моем родном языке. Почему я выбрал именно эту тему? Ну, во-первых, потому что я у себя вообще не этим занимаюсь. Это как бы основная функция, которую я провожу в жизни, не только в своей общине, но и в родном, обнящем вообще. Статьи, которые пишутся мной в наших изданиях, вы можете познакомиться с моим журналом, который я привез. То есть как раз касательно расового сознания, водового воспитания и темы касательной семьи. В нашем поконе, который называется покон рода Всевышнего, говорится следующее. Один из карабов его говорит следующее. Я процитирую на том языке, на котором мы вам не приснили. Кровь и святая, а кровь наша брата каже, что русы не усыны. Мусуем родів русских триматися, щоб покон не зарубити. То есть есть мы русичи и должны родов русских держаться, чтобы обычай свой не утратить. В этом карбе, в этом изречении заложено очень много законов, которые научают нас, получают нас создавать здоровые, многодетные славянские семьи. Это очень важный вопрос не только для Украины, хотя я больше коснусь моей страны, поскольку более неизвестна информация по моей стране. Я хочу сказать, что это касается всех наших славянских и арийских государств. Но в первую очередь необходимо обратить сегодня внимание на славянские страны, поскольку именно славяне сегодня наиболее сберегли далекие традиции среди белых славяно-арийских народов. К нам в Украину есть друзья у нас во Франции. Они часто к нам в гости приезжают. И им странно и удивительно, что в Украине, да я смотрю, и здесь в России это тоже есть, и в Беларуси уверен, что это есть, сбереглась традиция ношения национальной одежды. То есть у них это уже музей. У них этого уже нет вообще. Только где-то в каких-то хранилищах, музеях, тех же можно это увидеть. Поэтому это очень важный факт, который мы должны примножить и развить его. Какая сегодня ситуация сложилась на моей родине? За последние 12 лет существования, я скажу так, хотя, я думаю, вы правильно меня поймете, так называемого независимого государства, потому что он не является независимым ни в какой мере, кроме флага и герба и те, которые перевернули и переделали не по покону, не по обычаю. За 12 лет в Украине вымерло 4,5 миллиона украинцев. То есть без единого выстрела, без каких-либо военных действий, большая часть населения исчезла. Все миллионы украинцев сейчас находятся за рубежом, на заработках. Таким образом, в стране осталось 2 трети населения, от того, которое мы имели в 1991 году, на момент распада Советского Союза. Это всё и ряд других фактов побудило меня и нашей общины заняться проблемами созидания благодетельного потомства. Какие причины того состояния, кроме, скажем, вымирания, ситуации в наших государствах, утраты родовых обычаев, развала семьи? В школах, когда мы изучали, в университетах, эта проблема поднимается. То есть это ни для кого не является секретом. Но нам говорят, как правило, о чём? Экономика, социальный фактор и так далее и тому подобное. Нет ничего подобного. Ни экономика и ни социальный фактор. Моральные и этические нормы, которые сейчас преобладают в обществе. Что мы имеем? Западная Европа, которая, казалось бы, социально-экономически благополучна, она тоже вымирает. Белое население там сокращается. Сейчас в Европе уже 20 миллионов мусульман. Мусульман, которые не имеют этнического отношения к белым народам. По прогнозам Всемирной Ассоциации, вот сейчас вспомню, как она называется, но они ведут подсчёты народонаселения. Суть не названия. В ближайшие 20 лет в Европе будет 150 миллионов мусульман, если приросты населения белого будут идти теми же темпами, которые есть на сегодняшний день. С другой стороны, ни революция 1917 года, ни Голодомор, который был в 30-х годах Украины, ни повоенное восстановление, ничего это не отвратило наших родителей от создания многодетных семей. Поколение моих родителей, моей маме и отцу 52-53 года, у них в семье до 5 по 6 детей. То есть у меня двоюродных братьев около 30 и сестёр. И это считалось абсолютно нормальным, несмотря на те, казалось бы, плохие экономические и социальные условия, которые были. В чём же причина? Очевидно, опять же таки, мы приходим к тому, что эта причина морально-этическая. То есть то, что залаживается в подсознании и в сознании молодого поколения. Что происходит сегодня в Украине? Но опять же таки, я думаю, что то же самое происходит и в России. Есть в Украине введён такой предмет для изучения в старших классах. 9-10-11 класс, мы сейчас 12, у нас 12-летнее образование. Он называется валеология. Нет у вас такого? Есть валеология. Вот я застал ещё этот предмет. То есть при мне, когда я заканчивал школу 8 лет назад, ввели этот предмет. И я был на нескольких уроках. Значит, что я успел увидеть за эти несколько уроков, этой валеологии так называемой. Я просто могу представить, что сейчас преподают. Значит, на первом уроке к нам пришёл вектор, который объяснил нам, как пользоваться презервативом, что это такое. То есть в 9 классе, вы представляете, да? О чём шёл разговор. То есть он нам показал, что это такое на подручных средствах. Он показал, как конкретно пользоваться, для чего и почему и так далее и тому подобное. Через несколько, прошло несколько уроков, где нам рассказывали о физиологии. Был урок, на котором нам рассказывали, как изготавливается наркотик. Ну, молодёжь знает бомба, вот есть такое понятие. Вот как она варится, из чего, какие дозы используются, какой эффект это имеет. То есть достигается, идёт цель, как бы достижения совершенно противоположного. Был такой исторический пример в истории моего государства. В 17-м году создавалась Украинская армия. Тогдашний министр Керенский, российский, чтобы предостеречь развал Российской армии, тогдашней имперской армии, он отправил во все войсковые части, военные части, приказ, который запрещал офицерам ехать на украинский военный съезд. Какой результат был, как вы думаете? Даже те, кто не знал об этом съезде, все приехали. То же самое происходит сейчас в наших школах, на уроках вот этой так называемой балеологии. Достигается абсолютно противоположный результат. Те дети, которые даже не знали, что такое наподик, что такое, ну, эти противозачаточные средства, они это поняли, они поняли, что это нормально, потому что это преподают в школе старшие люди, взрослые, которые понимают в жизни что-то. Далее, есть сейчас в Украине у нас в последнее время по телевидению идет такая реклама, «Остановите спид» называется. Может, она у вас тоже круче, я так понимаю, это нам пока избранные так подарили эту рекламу, потому что там европейские какие-то такие проскакивают, американские моменты. В чем суть? На протяжении где-то 40 секунд показывают где-то 20 молодых девушек в возрасте 16-17 лет. Им задают вопрос, готовы ли вы вступить в половые отношения без противозачаточных средств. Это 30-40 секунд молодые девушки говорят «нет, нет, нет», а одна из них в середине рекламы говорит «нет, хватит». В 17 лет на сегодняшний день я могу говорить, скажем, не о голой теории. Моя теща будет, да, по-русски тоже. Мать моей жены работает в роддоме, ну, в акушерской, скажем так, этой системе. Реально на сегодня в Украине девушки молодые в 14 лет – это уже не девицы, когда по-русски правильному сестра. Это реальная ситуация. Кого будут рожать, что будут, я бы даже так сказал, что будут рожать эти девушки, эти девочки. Плюс к тому всему, что происходит, это всецелое пропагандирование слабоалкогольных напитков и тяжелых наркотиков, в том числе. Вы знаете, не лучше, или не хуже, прошу прощения, не хуже меня, что слабоалкогольные напитки вызывают намного большее привыкание, чем напитки покрепче. Это понятно, почему это делается. Какие методы выхода мы усматриваем из этой ситуации? Разработано нами, ну, рассмотрено, разработано несколько направлений. Я их назову и по конкретным направлениям, скажем, раскрою то, что именно, какие конкретные шаги мы будем делать, решая эти вопросы. Во-первых, мы считаем необходимым создание всеславянской информационной сети, где бы были, как ведомости, да, есть такой, ведомости, с ведомостями о нашей молодежи. Далее, по конкретному пункту я буду объяснять, я сейчас их просто назову. Далее, создание воскресных школ для обучения отдельно мальчиков и девочек. Далее, создание сети молодежных казаческо-патриотических организаций. Далее, культивирование высоких славяно-арийских семейно-родовых традиций и расового сознания. И последнее, создание молодых славянских семей на фундаменте древних родовых обычаев и покония обычаев кони, как сегодня говорил Александр, рода Всевышнего. Создание общеславянской информационной системы с ведомостями о нашей молодежи. Для чего она нужна? Ну, во-первых, надо сказать, что этой системой будут пользоваться исключительно общины православных, родноверов, или, как у вас говорят, староверов. Понятно, что мы должны оберегать себя, и этой информацией пользоваться только мы. Чтобы не принести вред, эта информация не была использована нашими врагами. Понятно, ну, опять же, создание этой информационной сети, базы, будет положено на жрецов, волхлов и обряды деев. По-вашему, это одно из жрецких сословий, но я не буду уточняться. Далее, при создании этой информационной системы, она пригодится нам для чего? Во-первых, для создания семей, поскольку создание здоровой семьи невозможно, не учитывая конкретно здоровье каждого молодого человека, девушек и парней. Во-вторых, она нужна нам для создания и формирования этих казацко-патриотических организаций. Здесь мы будем использовать разные методы. Один из основных воспитательных методов — это древнерусское казаческое боевое искусство, триглав, которое основано на нашей древней философии и мировоззрении. Каждый человек, который занимался боевым искусством, знает, что боевое искусство без философии — это всего-навсего спорт. У нас есть уже какой-то опыт в этом направлении. Мы работаем в характерном казачестве. Это наша молодежная организация при конфессии. Что происходит у нас? Мы достигли хороших результатов уже на сегодняшний день. В основном в наших общинах молодежь, ну, вы можете судить по мне, это наш средний возраст. 25 лет, верховному волку нашему 29 лет. То есть в основном у нас в общинах молодежь. Как мы работаем конкретно? Приходя в нашу организацию, молодой человек позволяет, ему разрешается раскрыть себя в различных направлениях. Мы не ставим конкретной, как это, вымога, требования принять родную традицию или родную веру. Но посвящение казаки у нас происходит, один из его элементов — это принятие родного имени. То есть парни, молодые девушки, которые приходят к нам, там, скажем, Виталия, Петра, Ивана и так далее, они берут себе родные славянские имена. Далее они принимают участие в наших праздниках, духовных праздниках. Таким образом, без насилия, без длинных лекций, убеждений и так далее, молодые люди сами принимают сознательное решение о переходе в родную веру. Это очень укрепляет организацию, это создаёт сильные общины. И я могу гордиться тем, что в наших общинах за 4 года есть 20 общин у нас в Украине. Не произошло ни одного раскола или там отхода кого-то, или каких-то дрязгов. Это позитивный результат. И мы считаем, что это именно благодаря тому, что мы начинаем работу с молодёжью, вот с таких как бы ненавязчивых методов. Далее мы считаем необходимым при создании этой информационной системы, в основе должны речь родовые книги. Что это за книги? Это книги наших семей, в которых будет записываться информация по поводу точной даты рождения ребёнка, звёзд, под которыми родился ребёнок. Того, если... Ну, я не могу точно судить о вашей традиции. У нас в традиции есть такое понятие, что молодые, они как бы... Молодожёны, они за год до зачатия ребёнка, они зовут душу из Урия. То есть они зовут предка конкретного, который нужен в данное время рода. То есть записывается и эта информация, то есть кого кликали, звали из Урия. Все ведомости, они будут использоваться в алкламе в дальнейшем при формировании и создании молодых, здоровых, многодетных славянских семей. Далее. Создание воскресных школ для раздельного воспитания девочек и мальчиков. Ну, я не буду расплываться тут долго мысли, думаю, понятно почему. Те элементы, которые используются при воспитании мальчиков, они... Ну, такой простой пример. Мальчик никогда не должен быть унижен в присутствии женщины или девушки. Девушка тоже в присутствии мужчины или мальчика не должна быть унижена. Очень хорошая практика была в Российской империи. И первое десятилетие в советской школе, когда до совершеннолетия учались мальчиков и девочек раздельно. Кстати, вот мы сегодня говорили о кавказских народах, вспоминали, эта традиция у них сохранена. Отец никогда не позволит себе наказать сына в присутствии женщины. То же самое мать никогда не делает, не наказывает девушек при присутствии мужчин. То есть воспитывается самоуважение к себе. Далее. Создание сети молодежных казацко-патриотических организаций. Я не могу судить, какова ситуация в России. В Украине казачество было везде. То есть это глубокая традиция. В каждом регионе, у каждого, наверное, в роду, как и у меня, есть казаки в предках. Почему мы пошли этим путем? Есть, кроме, скажем так, традиционных, есть причины чисто юридические. Вопрос в том, что по нашему украинскому законодательству есть ограничения. Понятие общественной организации и молодежной. По всем этим направлениям, по двум этим направлениям, ведется финансирование государства. Реальное финансирование. Опять же, не знаю, как у вас эта система. У нас есть финансирование. Таким образом, мы регистрируем молодежные казаческие организации, которые финансируются одновременно и из общественной линии, и из молодежной линии. Мы имеем возможность через эти организации реально получать из бюджетных средств на уровне областей. Каждый год наши организации областные получают около 10 тысяч гривен. Ну, это если переводить на русские рубли. Это на 6, да, надо умножать? Вот такая сумма. Эти деньги мы можем использовать при проведении наших летних лагерей. Вот Всеслава был в нашем лагере последним. Он может засвидетельствовать, что там происходит, то есть как эти деньги используются, эти деньги. Ну, знаете, есть такая поговорка, кто платит, тот и музыку заказывает. Но Всеслава был и видел, что музыка была как раз наша. Есть, скажем, для нас такой позитивный момент, что украинская власть не всегда вникает в это, она не влазит в такие дебри, и она не понимает. И последний доклад, который был в Верховной Раде нашей украинской, как раз было сказано о том, что в Хмельницкой области был проведен юношеский лагерь «Луки-Сварожки». Это прозвучало с трибуны Верховной Рады, никто ничего не понял, все успокоились. Ну, это позитивный момент, который мы имеем. Казалось бы, с государственной точки зрения плохо, но сейчас это играет на пользу как раз славянам. В характерном казачестве мы культивируем древнерусское боевое искусство, триглав. Опять же, Всеслава был свидетелем того, как проводились у нас тризны. Это очень хороший метод воспитательной работы, особенно для парней, хотя у нас и девушки наши берут участие в соревнованиях и в тренировках. То есть воспитываются здоровые дети, здоровая молодежь, которым плюс к тому же на тех же тренировках влаживается конкретное миропонимание тренерами и инструкторами. Далее, культивирование высоких славяно-арийских семейно-родовых традиций и расового сознания. Для нас это понятно, почему это нужно. То, что происходит сейчас в Украине, то, что я вижу и у вас в России, это засилие инородцев. Это вступление наших женщин в полугую связь с народцами и, как следствие, убиение матрицы чистой, наложение матрицы чужого народа, рождение чужих детей. И именно эта причина побудила культивирование в наших общинах и характерном казачестве именно расовое сознание. Я был очень рад и удивлен тому, что наше понимание расового сознания, методового воспитания, они, по сути, за исключением названий, идентичны тому, чему учат церковь православных староверов и инбингов. У нас также говорится о четырех родах славяно-арийских, которые определяются по радужной оболочке глаза. Так правильно. Радужная оболочка глаза. Четыре рода с карими глазами, серыми глазами, голубыми глазами и зелеными глазами. Мы выступаем категорически против того, что мы называем узкоантропологическим шовинизмом, когда я могу встречать на некоторых российских сайтах такие моменты, что, мол, украинцы — это южная ветвь, которая не относится вообще к белым народам. Ну, на одном из сайтов меня даже отнесли к тюркам. Ну, можете судить по моему внешнему виду, какие тюрки на Украине живут. Мы вкладываем именно такие понятия нашей молодежи. Мы рады тому, что они это понимают. И создание этой сети, о которой мы говорим, информационной, оно нужно для того, чтобы возродить здоровые семьи. Сейчас такая ситуация, что ни в Украине, ни в России, ни в Белоруссии нет того достаточного количества молодежи здоровой, чтобы нам своими силами возрождать эти здоровые семьи. Поэтому в данный момент эта информационная сеть помогла бы создавать вот эти семейные союзы, как говорят у вас, у староверов, между нашими родами, между нашими народами. Это усиливало бы наше взаимопонимание, которое я рад, что оно появилось. Может, оно и не пропадало, всё это нам навязали. В дальнейшем оно поможет укрепить это взаимопонимание и сближение наших народов. Смогли наши предки тысячи лет назад создать могучее государство, единое, где все три народа жили вместе и понимали друг друга, значит, сможем это и мы. И эта система, эта программа созидания благодетельного потомства, она как раз поможет это сделать. Далее. Создание молодых славянских семей на фундаменте древних родовых обычаев. О чем это говорит? Это говорит о возрождении института так называемого сводовства, сводивства на моём языке. Что это означает? Это означает то, что мы должны вернуться к традиции, когда родители помогали своим детям выбирать достойные пары. Это не идёт ни в коем случае в разрез с той ведой свободы или воли, правильно сказать, воли, которая есть в нашей вере. Ни в коем случае не надо ассоциировать это с навязыванием воли родителей, детям, как было на самом деле в древние времена на территории моей Родины. Было такое понятие, ну это современные этнологи назвали его, как, Всеслав, мы с тобой говорили, пробный шлюп. Пробный брак, правильно сказать? Или помолвка? Ну, пробный шлюп. Шлюп по-русски, это украинское слово брак, оно происходит от слова с люб, то есть с любовью. Союз создаётся с любовью. Сэ перешло в ша и используется слово шлюп. Пробный шлюп — это когда молодожёны, молодые, молодые люди проживали вместе какое-то время, не вступая в половые отношения. То есть они учились жить в семье. Если они подходили друг к другу, они создавали семью. Волху давали им право вступать уже в взрослую жизнь. Тогда создавался союз, свадьба, и... теряюсь, мне надо каждое слово обдумывать. Далее обряды, я сейчас буду о них говорить, обряды, которые связаны со свадьбой и созданием этих семей. Что это за обряды, в чём их суть? Помолвка или создание этого пробного шлюпа ввело за собой следующее. Родители создавали, договариваясь о этой семье, происходила свадьба, и какие, скажем, элементы этой свадьбы говорили о высоком расовом и родовом сознании наших предков. У нас традиции в Западной Украине, у Куцулов есть такая народность украинцевая, и некоторые элементы этого сохранены до сих пор. После свадьбы, после первого дня свадьбы, когда молодожёнов отправляли на место их первой совместной ночи, правильно назвать, их отправляли обязательно в помещение, где находилась у славян корова. То есть это наше священное животное, Матерь Замуна. То есть они рождали или начинали новую жизнь возле прородительницы нашей. Хорошо нам известно, что корова — это для нас священное животное. Далее утром обязательно, вот мы с Исламом общались на эту тему, в России, как мне стало известно, вывешивали простыню с венком или с калиной, как говорится в Украине. В Украине вешали сорочку девушке. Ну понятно, да, я не буду расшифровывать, о чём идёт речь. Если калины или венка на сорочке не было, как по-русски, невесту имели, молодой жених имел право выгнать из дома, мать её не, то есть мать жениха не повязывала её красной лентой, то есть это символ, как сказать, благородства, символ благородства женщины. Если же семья решала оставить эту девушку у себя, её не кормили день, и считалось, если мать подвяжет всё-таки девушку, которая нечестно вошла в союз, если мать подвяжет её красной лентой, она не будет иметь детей, и у неё в её хозяйстве вымерет весь товар, то есть живность, правильно говорить по-русски. Эти традиции были живы до недавнего времени в Украине. До девятнадцатого столетия в Украине обряды свадьбы или шлюпа не происходили в церквях, происходили возле верб, и проводили их наистаршие мужчины или в исключительных случаях женщины вроде. Эти традиции ещё не забылись, и именно возрождение этих традиций, традиций сватовства, создание информационной системы, воспитание расового сознания и родового сознания поможет нам выйти из той ситуации, тяжёлой ситуации, в которой мы оказались благодаря, в кавычках, действиям наших врагов. Если мы этого не поймём, не сделаем конкретные шаги в реализации этой программы, мы эту войну, реальную войну, проиграем. Я не хотел бы, чтобы это произошло. Я желал бы, чтобы ваши общины приобщились к этой программе. Я надеюсь, что Всеслав меня познакомит с господином Трехлебовым, который тоже работает в этой теме, хотел бы с ним пообщаться. И работали, реально работали над внедрением этой программы в жизнь. Мы у себя это начали. Хотелось бы, чтобы это происходило и в России, и в Белоруссии, и в Сербии, во всех наших государствах. Спасибо за внимание. Слава Рождеству.